На дворе кризис. Многие пенсионеры оказались в очень непростом материальном положении. Поэтому с 1 января этого года начала действовать дополнительная мера социальной поддержки. Для кого же введена эта ежемесячная компенсационная выплата? Есть три необходимых условия. Должен по документам пенсионер быть зарегистрирован один, либо все, кто прописан по этому адресу, являются пенсионерами. Второй возраст человека, который к нам обращается, лицо старше 70 лет. Третье условие обязательное – это доход. Доход мы рассматриваем либо самого пенсионера, если он проживает один, либо всех прописанных пенсионеров. Доход берется за три месяца перед месяцем обращения, и он не должен превышать 16 800 рублей на одного человека. Если вы соответствуете всем необходимым требованиям, то нужно просто прийти в Управление социальной защиты населения по адресу школьная 60, взяв с собой все необходимые документы. Паспорт. По паспорту прописано в Ленинском районе Московской области. Второе – пенсионное удостоверение. Третье – выписка из домовой книги для того, чтобы понять, кто прописан по адресу и соблюдается ли условие, что пенсионер одинокопроживающий. И третье – доходы. Свет документов, подтверждающий доходы за три месяца перед месяцем обращения. Если прописаны другие пенсионеры, как бывает, дочка 55 лет, она пенсионерка, но она работает, значит, у дочечки должно быть тоже паспорт дочери, пенсионная дочери, справка о доходах с места работы за три месяца дочери. Ни о каких автоматических начислениях речи не идет. Выплата назначается исключительно в заявительном порядке и вводится на шесть месяцев с момента оформления документов. 700 рублей прибавка к пенсии каждый месяц. Ну, поскольку пенсия не очень большая, 12 тысяч шестьдесят, в общем, ее не очень хватает, особенно на лекарства. Эта мера соцподдержки, она носит временный характер с 1 января 2016 года по 31 января 2018 года. Для граждан с маленькими доходами это хоть какая-то, но поддержка. 700 рублей, конечно, деньги небольшие, но для людей, привыкших экономить каждую копейку, они точно не станут лишними. Александр Шишов, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.